всем привет вы на канале baby room и у нас получился вот такой вот замечательный макаронный браслетик так такой вот браслетик у нас получился он очень красивый раскрашивать его можно так как вы сами этого захотите он растягивается то есть этот браслетик могу одеть на руку даже я вот ценность его заключается именно в том что сделали вы целиком и полностью его сами и рисунок придумали то же сами это самое самое ценное кстати хочу сказать всем привет вы на канале baby room и сегодня мы будем делать браслетик из макарон задумка у нас такая у нас есть ненужные резиночки допустим это резинки которыми лекарства специальную как бы бумажку аннотацию прикрепляют бутылочка эти две резиночки остались у нас после распаковки куклы ангелины и у нас есть макаронки рожки обычные брала самый маленький размер почему потому что хочу сделать именно детский браслетик не взросло можно было брать побольше рожки более фактурные но эти мне кажется очень даже должны подойти короче задумка у нас такова мы берем рожки макаронки резиночку собрать такую самую обычную придется все-таки сделать надрез чтобы можно было просунуть потом придется их связать и нанизать на них макаронки можно нанизывать в двух скажем так плоскостях вперед-назад вот как я сделала мне кажется это более удачный вариант либо в одну сторону смотрящие после того как мы их нанизаем я хочу раскрасить их с помощью лака для ногтей почему потому что это покрытие более долговечные нежели гуашь если дети сами делают то конечно я бы порекомендовала не использовать лайки какие-никакие безопасные они все равно испаряются пахнут неприятно для здоровья не очень хорошо а использовать гуашь либо какие-то более безопасные окрасители вот и после того как я нанизаю необходимое количество до связывания каждую из сторон я хочу двухцветный сделать браслетик значит покрою лаком дам высохнуть свяжу и будет готовы такой браслетик из макарон просто и легко привет друзья еще раз вот у нас получился вот такой вот браслетик у меня было всего два лака я был вот такой вот лак с блесточками и был вот такой вот лак нежно-розовым почти прозрачный натуральный поэтому нужно учитывать определенные нюансы работами с макаронами которых я до этого не знала с блесточками отлично подходит а вот такие полупрозрачные лаки требуется очень много слоев чтобы получилось что-то ну более-менее нормальное и поэтому вам придется наносить слоя несколько слои несколько раз вот подсушивая их лучше брать все таки более констрастным не эти оттенки они в принципе близки по своей сути такие лучше если к лаки будут более яркие более контрастные это нужно учитывать когда я раскрашивала браслет и поняла что две стороны раскрашивать совсем не обязательно ведь браслет будет ложиться в одной плоскости вот поэтому ждем покуда высохнет лак и будем примерять наше новое украшение такой вот браслетик у нас получился он очень красивый раскрашивать его можно так как вы сами этого захотите он растягивается то есть этот браслетик могу одеть на руку даже я вот ценность его заключается именно в том что сделали вы целиком и полностью его сами и рисунок придумали тоже сами это самое самое ценное кстати хочу сказать что не бойтесь раскрашивать гуашью я думаю это будет даже еще лучше и безопаснее гораздо ярче чем я думала поэтому если вы хотите сделать подарок подружки маме или себе любимой смело экспериментируйте покупая различные виды макарон используя старые ненужные какие-то резиночки тянущиеся до от банок возможно от фиксаторов игрушек и делайте вот такие вот оригинальные необычные самобытные украшения всем спасибо за внимание с вами был канал baby room пока пока